МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины на полных правах конкурируют даже в таких мужских делах, как бизнес. На их рубких плечах лежит груз ответственности за миллиардные проекты, а плодами их труда пользуются миллионы человек. Вашему вниманию мы представляем успешных бизнес-вумен Москвы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первой героиней сегодня станет женщина, благодаря которой в столице появились самые значимые люксовые бренды. Приехав в Москву первый раз в 89-м году, мне показалось, что русские люди любят красиво выглядеть, красиво одеваться. И мода – это одна вещь, без которой мы, русские, не можем жить. Было некое видение создать компанию, которая бы научила, открыла бы большое количество магазинов и привезла бы в эту страну лучшие марки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудностей было очень много. Никто не хотел открывать магазины. Дорогие известные марки считали, что рынок не созрел, поэтому нужно ждать. Это было такое большое желание доказать им, сделать так, чтобы мы, люди, выросшие в стране, где всегда был дефицит, могли просто зайти в магазин и купить для себя все, что мы хотели. Я считала, что мы этого достойны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 лет, как я пришла первый раз в ЦУМ. Для того, чтобы построить этот магазин, нужно было полностью отдаться этому проекту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я полностью всегда отдавалась работе. Если я получила работу и работаю, то я это должна делать совершенно добросовестно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ИМИДЖ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА КЛАССИЧЕСКИЙ И СОБРАНЫЙ. ПРОСТЫЕ ЛИНИИ БЕЗУПРЕЧНЫЙ КРОЙ И ДОРОГИЕ ТКАНИ ВНЕ ВРЕМЕНИ И ТРЕНДОВ. Несмотря на то, что костюмы совершенно перестали быть непременным предметом гардероба деловой женщины, они по-прежнему актуальны. Только теперь это не хмурые однотонные костюмы. Дизайнеры заигрывают с цветом и тканью. Все оттенки красного и черный выражают лидерство и власть. Не брезгуйте кэжел-шик. Многие неформальные сочетания смотрятся неплохо. Подберите то, в чем вы выглядите и чувствуете себя уверенно. Главное – это женщина, которая носит одежду, а не одежда, которая надета на женщину. Наша следующая героиня строит бизнес вместе с мужем. Наталья Новикова – руководитель производственной компании. Мой бизнес – это семейный совместный бизнес с моим супругом. Возникло желание создать что-то вместе и делать это хорошо. Мы занимаемся оформлением выставок и занимаемся оформлением витрин для магазинов. Я ставлю всегда себе в день задачу максимум. И стараюсь все выполнить из того списка дел, которые я построила. Там могут быть и мои личные дела, и обязательно рабочие дела. Но рабочие, понятно, они в приоритете. Что касается моей жизни вне работы, то я расслаблена и живу тем моментом, который сейчас я им наслаждаюсь, получаю от него удовольствие. Конкурс, он для меня в определенный период, после которого я стала обращать внимание на себя. Если до этого у меня было связано мой род занятий с мужской деятельностью, то после конкурса мне нравится быть женщиной. Для того, чтобы правильно спланировать свой день и сделать все, необходимо не отвлекаться. Мне надо что-то делать. Я не тот человек, который долго спит, долго там релаксирует. Мне нужно движение. Я от этого наполняюсь. Я не наполняюсь от спокойных дел. Заместитель генерального директора сети фитнес-клубов «Иксфит» Ирина Туманова рассказала о ведении бизнеса. История моего успеха в этой компании началась с самого первого дня моей работы. Придя в «Иксфит», я сразу попала на эту позицию. Мой маленький секрет в том, что я очень четко планирую свое время и стараюсь всегда успеть по максимуму все, что задумано. Я рано встаю, поздно ложусь, очень много работаю, но при всем при этом всегда оставляю немного времени на то, чтобы заняться собой, посвятить время своему здоровью, своему внешнему виду. Главное – все четко спланировать, и тогда у вас обязательно получится. Самое главное – это полюбить себя и заниматься своим любимым делом, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Любите то, чем вы занимаетесь. Я очень активный пользователь услуг фитнеса. Каждый фитнес-сезон мы вводим новые программы, и, конечно же, я их обязательно тестирую. Если времени на поход в фитнес-клуб не хватает, в домашних условиях можно выполнить небольшой комплекс упражнений. Первым упражнением в нашем комплексе сегодня будут функциональные приседания с передвижением и с вращением верхней части тела. Ноги ставим на ширину таза. Во время приседания добавляем скручивания. Руки свободно висят, но лопатки при этом сведены. Да. И таз двигаем четко назад. Если мы двигаемся вправо, то скручивание вправо. Если влево, то скручивание влево. Выполняя это движение в достаточно быстром темпе, вы повысите свой метаболизм и сделаете упражнение уже эффективнее. Следующее упражнение – это линейные выпады. Упражнение также является функциональным за счет напряжения мышц центра и удержания вертикальной спины. Еще один очень важный момент, на который нужно обратить, выполняя это упражнение. Когда вы делаете шаг вперед, выбирайте такую амплитуду, чтобы в нижнем положении во время приседания у вас углы в коленях были 90 градусов. Следующий момент функциональности – это расслабленные плечи и поднятые руки вверх. Третьим упражнением в комплексе у нас будет функциональный наклон, который называется хип-хинч. Функциональным это упражнение делает работа на баланс. Мы, выполняя наклон на одной ноге, добавляем скручивание и подъем. Из исходного положения напрягаем мышцы живота, выполняем наклон, удерживая таз в параллели с полом и добавляем скручивание. Очередное упражнение в комплексе – это динамическая планка. Встаем в положение планки, руки ставим поближе, а вот ноги можно поставить на ширину плеч. Сразу напрягаем мышцы живота и с одной скоростью, двигая стопы, таз и голову, разворачиваемся в сторону. Разворачиваемся в планку – это вдох. И на выдох точно так же меняем сторону. Финальное упражнение в нашем сегодняшнем комплексе – это будет вистабилизация. Вистабилизация – это в основном работа на мышцы живота и на верхнюю часть спины. Опускаемся вниз, поднимаем руки перед собой, выравниваем спину, грудь вперед и выполняем развороты корпуса вправо и также влево. Более тяжелый вариант – это с поднятыми ногами. Итак, мы закончили функциональную тренировку, которая поможет оставаться красивыми и успешными, проведя в ней всего 20 минут в день, каждый день. Что стало решающим в выборе направления у Светланы Виноградовой, и о своем секрете успеха нам расскажет сама генеральный директор компании «Рольф». Весь мой секрет успеха заключается в том, что я люблю свою работу, делаю все с любовью и стараюсь сделать ее лучше других. Если попытаться все-таки одной фразой сформулировать секрет моего успеха, это постоянное желание развиваться, учиться, делать что-то лучшее, чем остальное. Сложностей было много. Во-первых, у меня не было автомобильного образования. И весь мой практический опыт заключался в том, что после работы я выходила в цех, где под капотом изучала устройство автомобиля. Мне приходилось утверждать и доказывать непосредственно своими навыками, своими знаниями, практическим опытом, что я являюсь тем руководителем, который может решить проблему клиента, помочь клиенту и так далее. Залог успеха очень прост. Нужно много работать. Здесь, наверное, я не открою Америку. Притом нужно работать не только на работе, находиться на работе физически. Нужно постоянно работать над собой. Безусловно, понятие «женская модель авто» весьма относительно. На выбор автомобиля влияет характер, образ жизни и предназначение транспортного средства. Давайте узнаем, какие модели предлагает нам рынок сегодня. Porsche Panamera. Динамичный силуэт, новые светодиодные фары, бампер и двигатель 2,9 литра. Возможно, именно так должен выглядеть настоящий спортивный автомобиль. Салон совершенно новый, но при этом опять же типичный для Porsche. По центру приборной панели аналоговый тахометр. Справа и слева от тахометра располагаются дисплеи с высоким разрешением, на которые выводятся показания виртуальных приборов, карты и другая информация. Однако, самое главное в салоне — это его большое пространство и комфорт. Нетипично для спортивного автомобиля. Однако, типично для нового Панамера. Range Rover Evoque. Любимец женщин. Дизайн модели получился вызывающим, дерзким и агрессивным. Вся внешность тщательно продумана. Головная оптика с хищным прищуром красиво сочетается с рельефными крыльями и восходящей линией кузова. Новые сидения. Информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем, а также система предупреждения водителя о съезде с полосы, система экстренного торможения, а также технология Attention Assist, которая отслеживает действия водителя с целью предотвращения засыпания за рулем. XJ. Флагманский седан от Jaguar, в котором сочетаются инновационные технологии, динамика спортивного автомобиля и впечатляющая роскошь. Выразительный дизайн автомобиля Jaguar XJ подчеркнут эффектной вертикальной решеткой радиатора с сетчатой текстурой, мощными полностью светодиодными головными фарами и яркими светодиодными задними фонарями с четко отчерченными контурами. Это автомобиль для пассажира. Размеры салона позволяют вытянуться и расслабиться. Тенденция такова, что в бизнесе все реже говорится о гендерном делении. Но все же, применяя в работе те качества, которыми вас наградила природа, дорогие дамы, вы достигнете желаемых высот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова